Недавно я нашёл кое-что на тему аутофагии, и хочу поделиться интересными данными. Один из важнейших плюсов голодания — это аутофагия. Есть и другие плюсы — противовоспалительный эффект, похудение, сжигание жира, борьба со старением, список очень длинный. Это правда, что термин «голодание» в словаре определён как отсутствие пищи. Человек ничего не ест, пьёт воду, но на этом всё. Давайте я сперва объясню, что такое аутофагия. Аутофагия — это уборка мусора. Организм разрушает то, чего в нём быть не должно, то, что его отравляет, и использует всё это как материал для создания новых тканей. Это важно в борьбе со старением, а ещё помогает при множестве заболеваний, особенно при воспалениях, при нейродегенеративных заболеваниях, проблемах с сердцем, при альцгеймере, партинсоне и любых воспалениях. У аутофагии очень мощный терапевтический эффект. Один из лучших способов её запустить — голодать в течение достаточного времени. Если человек ест растительную пищу, богатую фитохимическими веществами, это будет способствовать аутофагии, а не мешать ей. Одно из таких веществ — куркумин, получаемый из пряности куркумы. Ещё одно вещество — ресвератрол. Да, он есть в красном вине, но вино точно остановит аутофагию, потому что это алкоголь. Ещё его можно получить из экстракта рейнутрии японской. Это очень мощное средство. Ещё есть сульфорофан — очень мощный фитонутриент. Он есть в крестоцветных овощах. Он относится к более широкой категории — глюкозинолатам. Пожалуй, глюкозинолаты исследованы гораздо лучше, чем любой другой фитонутриент. Употребляя сырые крестоцветные, вы запускаете аутофагию. Итак, аутофагии способствуют голоданию и фитонутриенты в крестоцветных. Аутофагия также борется с раковыми клетками, помогает избавиться от повреждённых белков в организме. Один из отравляющих организм белков — неправильно свёрнутый белок, гликированный белок. Он получается при слиянии белка с сахаром. И сейчас я говорю не о мышечном белке, и не о белке в связках. Речь идёт о крохотных биологических машинах, выполняющих всю работу в организме. Большинство из них — ферменты. Они состоят из белка, и из-за гликирования и неправильного сворачивания они накапливаются и образуют засоры в мозге. С ними связано множество нейродегенеративных заболеваний. С ними точно связан рак. Аутофагия всё это вычищает. Она повышает стрессоустойчивость. Организм может выдерживать больше стресса, особенно если человек проходит химиотерапию. Допустим, вы решили делать химиотерапию и при этом голодать и есть крестоцветные. Аутофагия повысит устойчивость организма к химиотерапии. Даже химиотерапия и облучение окажут меньший эффект на клетки. Аутофагия поможет стабилизировать гены. Когда вы избавитесь от повреждённых клеток, останутся только хорошие, что также снизит риск развития рака. В целом аутофагия продлевает жизнь. Я рекомендую попробовать. Можете есть, например, проростки брокколи, цветную капусту или кейл во время голодания и оценить результаты. Можно просто их есть или получать как концентрат в виде пищевой добавки. Я вот ещё что хочу сказать. В исследованиях на тему голодания вы, как правило, будете находить голодание или диеты с ограничением калорий. Так вот, в крестоцветных очень мало калорий. Зато они богаты питательными веществами, особенно фитонутриентами. Я призываю вас провести эксперимент и рассказать о результате в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok